Библейский портал экзегет.ру представляет В русском переводе, в русских переводах четыре главы. И вот четвертая глава небольшая, состоящая всего из двух, из шести стихов, мы ее сейчас и прочитаем. Но прежде чем ее начать читать, вот эта граница между третьей и четвертой главами, она сделана совершенно искусственно, продолжается. В первых стихах четвертой главы тема, прозвучавшая в конце третьей. И поэтому я все-таки прочту сейчас опять вновь заключительный 18 стих третьей главы. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо, продолжается, ибо вот придет день, пылающий как печь. День. Здесь нет никакого добавления, там, день Господень или день Тот. Вот. Но ясно, что речь идет о дне эсхатологическом, о дне Господнем, о дне Божественного суда, Божьего суда. Придет день, пылающий как печь. Вспомним, что говорилось выше. Господь говорит, я буду плавящим огнем, щелоком очищающим для потомков Леви, ну, и для всего народа Господнего. Вот здесь говорится, что как печь этот день пылает. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, о том, как поступают эти люди нечестиво, говорилось в первых трех главах, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Савовов, так, что не оставит из них ни корня, ни ветвей. Солома не может устоять перед огнем, она моментально сгорает, сухая солома. Апостол Павел в послании к Коринфянам уподобляет дела христиан, дела нечестивые, недостойные, уподобляет соломе. И огнем испытывается, значит, огонь суда Божьего испытает, у кого дело сгорит, а у кого дело устоит. Если это дело действительно ценное в очах Божьих, то оно сравнивается с золотом, с серебром, с драгоценными металлами. А если это дело так-сяк, ни то, ни сё, или, не дай Бог, еще вообще нечестивые какие-то дела, то попалит день Господень, как солому, и дела, и делающего их. Не оставит Господь ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, вот здесь различие, о котором говорилось в последнем стихе третьей главы, различие между праведником и нечестивым человеком. Вот нечестивый человек сгорит, как солома, а праведник что? Кто такой праведник? Кто боится именем Господнем? У кого есть Ирата Шем, страх Господень. Вот такое начало премудрости, страх Господень, решит хохма Ирата Дунай. «И вот для вас, благоговеющие пред именем моим, прямая речь Господа, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Тельцы упитанные появятся в Новом Завете, вспомним, да, притчу. Ну вот здесь тельцы упитанные, они почему взыграют? Они сыты, веселы. И образом кого они здесь являются? Образом благоговеющих пред именем Господнем. То есть людей благочестивых, праведников, цадиким, 18 стих третьей главы. Вот они возвеселятся, взыграют, словно упитанные тельцы. Веселье, радость. И, что важно, солнце правды взойдет, и в его лучах, в лучах этого солнца исцеление. Исцеление от всех сомнений, от всякой неправды, от всех грехов, болезней, самой смерти. Вот эти стихи имеют, несомненно, эскатологическое содержание. День Господень свершится, суд Божий свершится, нечестивцы будут попалены, как солома, праведники будут радоваться и веселиться, очищенные, искупленные Господом. И более того, эти праведники будут еще и нечестивцев попирать. И будете попирать нечестивых, они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Псалмы ублажают праведника, который омывает свои стопы в крови нечестивого. Вот это торжество праведников над нечестивыми, оно будет исполнением божественной справедливости. Сегодня чаще бывает наоборот. Нечестивец, надменный нечестивец попирает праведника, нарушая все нормы человеческого общежития, кощунственно, цинично насмехаясь над правосудием. Нечестивые, имеющие власть в этом мире люди, они унижают, попирают и вообще считают за мусор праведных людей. Мы видим это, каждый день мы это видим, наблюдаем. Но потом так не будет, потом будет все наоборот. Праведники выйдут из своих темниц и будут попирать, как прах нечестивцев, в тот день. Вот здесь тот день – это день Господень. Часто выражение «тот день» чаще всего обозначает именно день Господень, то есть день божественного суда, божественного пришествия и день установления справедливого царства Божьего. Царство Божье, оно не где-то там за облаками, оно будет здесь, на земле установлено. Как мы молимся? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Когда Царство Божье на земле? Когда на земле Его воля исполняется так же, как на небе. Молитва «Отче наш», молитва Господня, она вся укоренена в словах древних израильских пророков. По сути, эта молитва является... В ней сконденсированы божественные обетования и божественные слова, пророческие слова из Ветхого Завета. Дальше заключительные три стиха книги пророка Малахии стоят особняком. По всей видимости, как считает современная библейская наука, они являются поздним прибавлением книги Малахии и являются эпилогом не только книги Малахии, но вообще эпилогом и книги 12, и всего корпуса пророческих писаний, того раздела еврейской Библии, второго раздела Танаха, который так и называется «Невиим» — пророки. От книги Иисуса Новина, если считать ранних пророков, до книги Малахии — это все корпус пророков. Вот есть закон, пророки и писание. Закон, понятно, это пятикнижие Моисеева, книги от Игошуа, книги от Иисуса Новина до книги 12 Троясард, до книги Малахии — это пророки. И, наконец, заключительный раздел — это писание Ктуви. Вот здесь мы находим в трех последних стихах книги Малахии этот самый эпилог пророческих писаний. И это очень важный текст, который, по сути говоря, является мостиком к Новому Завету. Прямая речь Господа. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Видимо, здесь уже, вот в этом эпилоге, эпилог — это примерно 3-2 век до Рождества Христова, эллинистическая уже эпоха, когда закон Моисея уже давно был в сердце израильской общины, в ее центре. Израильская община стремилась жить по закону Господнему в послепленную эпоху. Звучит призыв «помнить». «Помнить» — это значит всегда хранить в своем уме. Вот это вот «лишмор», глагол, он очень сильный и очень часто во второзаконе он звучит, вот этот закон «помнить». «Помни и иди», часто звучит, да, «иди в ту землю, которую Господь дает тебе». Вот здесь они уже в этой земле, но должны помнить закон Моисея, помнить, соблюдать его, чтобы не случилось, как с их отцами, чтобы не было наказания божественного, чтобы не лишились этой земли обетованной. Помнить закон Моисея. Закон Моисея, который назван здесь рабом Господнем, раба моего. Этот закон был заповедан на Хариве. Вот наименование горы Синай Харивом — это тоже характерно для книги второзакония. Здесь язык книги второзакония. Глагол «помнить», гора Харив, «за правила уставы». В общем-то, все это лексика, слова, алфавит книги второзакония. Книга второзакония, она очень важная. Мы порой как-то ее недооцениваем, книгу второзакония. Она у нас в жизни церкви, в нашем богослужении, оказывается как-то на обочине. Хотя это одна из трех самых цитируемых в Новом Завете книг. Самая цитируемая — это Исаия и Псалтирь. А вот третья по цитируемости в Новом Завете — это книга второзакония. Вот здесь акцентируется внимание на этом. И здесь язык книги второзакония именно. Эти слова из книги второзакония. Призыв помнить закон Моисея. Конкретно здесь в книге Малахи закон Моисея обозначает уже не закон, не Торат Моше, не Торат вообще, то есть не Торат Моше вообще, не учение Тору, а конкретно вот эти пять книг Моисеевых, эти книжи. Ведь часто Тора обозначает учение вообще. Ну, например, книга притчей. Не забывай Тору, матери твоей. Чти отца твою, не забывай Тору, матери твоей. В книге притчи мы читаем. То есть там какое-то учение матери. А здесь вот конкретно закон Моисея видимо уже к тому времени полностью в том виде, в котором до нас дошло пяти книжек, но в то время полностью пять книг Моисея были конституцией израильской храмовой общины в Иерусалиме и были в сердцевине божественного, в сердцевине божьего народа, божьей общины, израильской общины. Для всего Израиля равно, как и правила и уставы. Правила и уставы — это истолкование закона. И вот те объяснения, которые даются основным заповедям. В общем, все пяти книжек. Вот я пошлю к вам... Следующий пятый стих. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И так был Моисей, теперь Илья. Илья, как мы помним, из 19 главе 3 книги Царств, его образ сознательно священным писателям сближается с образом Моисея. Он идет на Синай, который Хариф. Он там получает божественные откровения, как когда-то Моисей, в гласе хлада тонко, коль дмамадака. И он сорок дней, сорок ночей, как Моисей, пребывает пред Господом там на горе, получает Божие откровения. Его образ сознательно сближается с образом Моисея. Теперь вспомним 1 стих 3 главы. «Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». И вот здесь, несомненно, есть какая-то параллель между ангелом, которого посылает Господь, и Ильей, о котором здесь говорится в конце 4 главы. Новый Завет отождествляет вот этого самого Илью, пророка с Иоанном Крестителем. Если хотите принять, то он есть пророк Илья, скажет Иисус об Иоанне Претече, а не Крестителе. То есть, произошло исполнение вот этих слов, заключительных слов Малахии. «Послан был Илья». Это не значит, что он не будет послан еще раз. Илья будет послан еще раз. Ну, Иоанн пришел в духе и силе Ильи, а вот еще раз придет пророк Илья, чтобы проповедовать, проповедовать народу, чтобы этот народ обратился. Здесь вот как раз об обращении в последнем стихе. «Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, примарич Господа, придя не поразил земли проклятием». Вот этот стих частично будет вспоминаться Лукой, когда он будет повествовать об Иоанне Крестителе. Мы читаем в Евангелии от Луки в первой главе в 17 стихе такие слова. Говорится о том, кто родится у Захарии Лисаветы и будет предтечей Господним. Здесь говорится «И предыдет пред ним Иоанн предыдет пред Господом в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вот первая часть стиха 17-го первой главы Луки повторяет то, что сказано в книге Малахии. Но, однако, Лука не полностью цитирует. Дальше он добавляет свои слова. Не Лука, вернее, а Лука передает здесь слова ангела, который благовествует Захарии о рождении у него чудесным образом сына Иоанна. Так вот, здесь сердца отцов детям. А в книге Малахии еще и сердца детей отца. То есть, взаимопонимание поколений. Поколения обратятся друг к другу, и отцы, и дети, и все поколения народа Божьего придут к взаимопониманию. когда придет, когда Господь пошлет Илью, пророка. Илья Гуганови, Илья пророк, очень важно его значение. Иоанн Креститель пришел в духе и силе Ильи. Если хотите принять, то он есть Илья. Лука и другие тексты других евангелистов будем вспоминать, читая вот этот предпоследний стих книги Малахии. Итак, Моисей и Илья. Не случайно эти двое. Это закон и пророки. Закон и пророки. Мы читаем последние стихи книги 12. Книга 12 открывается другим текстом Осии. И вот если мы вспомним последний стих Осии, книги Осии, последний стих 14 главы, то там говорится о мудрости или о премудрости, о хохме. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконники падут на них. В общем-то, перекличка вот с этими словами. Вообще в целом с 4 главой Малахии. Итак, мудрость. Это третий раздел Танаха. И вот перед нами все три раздела Танаха. Моисей. Это закон. Помните Турат Моше. Помните закон Моисея. Илья. Это пророки. Второй раздел Писания. И, наконец, третий раздел у Осии. И таким образом книга 12 в начале, в конце своем охватывает как бы актуализирует и призывает, охватывает, актуализирует все Священное Писание и призывает к тому, чтобы хранить, исполнять все божественное Священное Писание. Но особенно, конечно, Моисей и Илья. Вспоминаем мы об этом, когда читаем те главы, в которых описывается в синаптических Евангелиях преображение Господня. Господь зашел на гору, ему предстали Моисей и Илья, беседующие с ним. Апостолы увидели собеседующих со своим учителем, Илью, Моисея и Илью. Три кущи, да, было, апостол Петр выступил с предложением соорудить три кущи, то есть, три временных жилища, три шалаша, три палатки поставить, для Иисуса, для Моисея и для Ильи события преображения. Не случайно там именно являются Моисей и Илья. Почему? Потому что Иисус это исполнение закона и пророков. И очень важен глаз с небес, да, его слушайте. его слушайте. Слушайте Иисуса. А Моисей и Илья, то есть, законы и пророки, собеседуют с ним. Иисус исполнение закона и пророков. То, что, к чему ведут закон и пророки, это личности Иисуса Христа. Закон олицетворяется в Моисея, пророки олицетворяются Ильей, Ильей пророком. Все пророки, весь корпус пророческих писаний. Здесь говорится о наступлении Дня Господня Великого и Страшного. День Господень здесь назван прямо. Ем плюс тетрограмма День Господень, а не так, как в 3 стихе, где говорится тот день, тот день, или в 1 стихе, где говорится просто день, придет день. В общем, придет день 1 стиха, тот день 3 стиха и День Господень. 5 стиха — это один и тот же день, день пришествия Божьего, день божественного суда и конца человеческой истории, и открытие, наступление, инаугурации Царства Божьего. Так что еще сделает Илья? Заключительный стих. Читаем. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Господь не поразит земли проклятием. Проклятием или заклятием предаются в книге Иисуса Новина города хананейские. Заклятием предается Иерихон, заклятием предается Гай, заклятие хэром по законам священной войны, того священной войны, которую Иисус Новин вел брани Господни, вот по закону священной войны, все, что в городе должно было посвящаться Господу, то есть предаваться заклятием, истребляться, попросту говоря, ради Господа, ради исполнения Его заповедей. Так вот здесь это поражение, это истребление, этот хэром, оно уже коснется, оно уже не коснется земли. Здесь, наверное, не только земля святая, земля Израиля, но вся земля вообще, вся обитаемая человечеством суша. Удивительно, что последнее слово пророческих писаний — это слово хэром, проклятие. Проклятие, оно противопоставляется благословению. Есть благословение, есть проклятие, заклятие. Вот благословение — это Новый Завет. Пророческие писания Ветхого Завета заканчиваются словом проклятие. И Господь с Довом Израилевым заключает Новый Завет. Об этом мы читаем у Иеремии, 31 глава, 31 стих. Пророчество об этом. «Вот наступают дни, когда я заключу с Довом Израиля Новый Завет». И вот если Новый Завет, обновленный Завет, в сердцах Завет, Завет с Господом, союз с Господом, он будет в сердцах людей, и Израиля, и всех людей Земли, тогда земля не будет поражена проклятием. Человечество навлекает на себя проклятие Божье, Но вот когда придет пророк Илья, проповедует преднаступление Дня Господня Великого и Страшного, тогда сердца отцов обратятся, сердца детей обратятся к отцам, сердца отцов к детям, и земля наша, земля матушка, не будет поражена Божьим проклятием, не будет предана заклятию, то есть истреблению. Этой надеждой мы, дорогие братья и сестры, и живем. Продолжение следует...